Дело все в том, что для настоящего музыканта самоизоляция это не повод останавливать творческий процесс. На прямой связи со студией Керчи корреспондент Кристина Красюк. Кристина, доброе утро! Как в таких необычных условиях репетируют музыканты города-героя? Да, коллеги, доброе утро! Я рада вас приветствовать в такой прекрасной локации. У нас сегодня просто замечательная погода, настоящая весна, светит солнышко и очень тепло. На фоне Кертинский пролив и стройка века Крымский мост, я надеюсь, что нам удастся хоть чуточку атмосферы вам передать даже через камеры. Поговорим о не менее прекрасном, о музыке. К нам сегодня в гости пришел гитарист известной местной группы Brainwash Кирилл Мазилов. Кирилл, здравствуй, спасибо, что ты пришел сегодня к нам. Скажи, действительно, многих интересует вопрос, как в режиме самоизоляции музыканты ведут свою творческую деятельность. Я знаю, что вы выступаете на концертах, на мероприятиях, и, наверное, для этого вы где-то репетируете в отдельном месте. Как сейчас проходят ваши репетиции? Ну, сейчас, к сожалению, все концерты, все мероприятия отменены, но, конечно, творческий процесс мы не останавливаем. Режим самоизоляции я так поначалу очень обрадовался, потому что мне показалось, что это фантастическое время для творчества, для развития. И я начал сразу записывать какие-то треки, даже снимать клипы. Потом подключился к флешмобу мой вокалист, барабанщик с басистом у нас вообще проводят онлайн-репетиции. Они включают минусовки и треки какие-то наши общие, и барабанят там, играют на бас-гитаре. Поэтому, в общем-то, процесс не останавливается. Я даже подумываю о том, чтобы проводить такие онлайн-концерты, но нужно это технически сопоставить. Можно было бы, в принципе, это делать уже сейчас, но, к сожалению, мы не можем собираться, потому что наша репетиционная база тоже закрыта. Но, в принципе, я вижу, у вас тут отличная площадочка, можно как-нибудь прийти утром все вместе сюда вчетвером. И, в общем-то, группа могла бы называться так, на период карантина, там, четверо в масках, допустим, почему бы нет. Но, да, вот техническая сторона этого вопроса, нужно еще доработать ее. Ну, а так, конечно, мы работаем и не останавливаемся. Да, вот не зря, наверное, говорят, что самоизоляция – это даже какое-то время для творчества больше появляется. Я знаю, что вы себя позиционируете как кавер-группа. Вот скажи, ну, я уверена, что есть, наверное, и свои композиции, вот, может, действительно, во время самоизоляции какие-то. Или вообще, да, вот пишите свои песни. Да, конечно. Ну, как у любого творческого человека, уважающего себя, у тебя должен лежать где-то в столе недописанный роман, который ты начал там где-то в выпускном классе школы. И, конечно же, недописанный альбом. И вот это время – это просто фантастика. Я сразу вытащил его, стер с него пыль. И я даже вот вспомнил начало композиции, которую хотел записать. И я ее таки закончил. Теперь вопрос, чтобы снять на все это видео. Но, конечно, там по задумке была природа и вообще красоты нашего города. Посмотрим, как я это все смогу сделать удаленно. Ну, будем стараться. Ну, мы будем ждать. Я не могу не заметить, что ты пришел к нам не с пустыми руками. У тебя такой интересный образ. Давай, расскажи сначала о своем образе. Ну, я пришел, да, в первую очередь в шляпе. Я в ней обычно выступаю на концертах. Но сейчас речь не идет о сценическом образе. Просто карантин, закрыты парикмахерские. Поэтому в приличном обществе я стараюсь не снимать головной убор. Потому что это просто может напугать людей. Поэтому ждем, когда откроются парикмахерские. Я, насколько слышал, республиканские власти готовы пойти на какие-то компромиссные решения в этом направлении. И, в общем-то, вот так мы выглядим, как правило. То есть мы стараемся сохранять баланс между таким приличием и какой-то рокерской отвязностью. Ну, насколько это возможно, конечно. Акустика — это не совсем привычный для меня инструмент. Обычно я играю на электрогитаре. Но камерность вот нынешнего нашего места, она обязывает. Так что попробуем, что скажет. Можем у тебя попросить что-то сыграть, раз ты, да, пришел к нам с таким инструментом? Какой-то отрывок? Конечно. Ну, это как раз, наверное, будет отрывок из моей композиции. Потому что Бон Джови на ней не исполнишь. Бон Джови на ней не исполнишь. Коллеги, ну, на этой прекрасной ноте, в прямом смысле слова, я передаю слово вам. Всем хорошего настроения. Берегите себя. Большое спасибо, Кристина. Большое спасибо, Кирилл. Желаем вам хорошего настроения. Конечно, самое главное — это здоровье. Напоминаем, что на связи была Керчи, корреспондент для радиокомпании «Крым» Кристина Крысюк.